Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов дал оценку решению Одесского окружного административного суда. В начале декабря этот орган судебной власти лишил русский язык статуса регионального в Одесской области. В частности, суд отменил постановление Одесского областного совета о региональном языке. Заслуженный юрист Украины напомнил, что такой статус русскому языку был придан в 2012 году на основании принятого закона об основах государственной языковой политики, с автором которого был Сергей Кивалов. Нормативно-правовой акт предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Тогда принятие языкового закона Кивалова-Колесниченко стало одним из самых резонансных политических событий в Украине. Многие политические силы в стране справедливо полагали этот закон самым судьбоносным для страны. И я с этим полностью согласен. Я, мои коллеги и соратники видели в нем решительный шаг в сторону демократии и европейских ценностей, в сфере расширения языковых прав нашего многонационального народа. Закон полностью соответствовал европейской хартии языков национальных меньшинств и региональных меньшинств и представлял равные возможности всем языкам, что было отдельно отмечено Венецианской комиссией. Сергей Кивалов, в частности, отмечает проигравшее такого решения жители Одесской области. О них никто не подумал. Самое опасное может быть впереди, предупреждая доктор юридических наук, когда на первый план выйдут не профессиональные качества человека, а только его знания государственного языка. И вот регионального русского языка не стало. Кто-то подумал о людях. К чему может привести ситуация, когда врачи будут брать на работу, исходя не из их квалификации, а опираясь лишь на знание языка? Или какая кому разница, на каком языке говорит парикмахер? Почему его должны штрафовать за язык, если он качественно делает свою работу? Что касается сферы общественного питания, кафе и ресторанов, тут вообще во всем мире принята практика. Персонал старается говорить на языке клиента. Всем понятно, что подобные языковые нормы сугубо дискриминационные и направлены лишь на одно. Отнюдь не на укрепление позиции украинского, а всего лишь на притеснение и искоренение русского языка, на котором, по данным социологических исследований, говорит около 90% жителей юга и востока Украины. Мы всегда гордились тем, что в Одесской области в мире и согласии живут представители более ста национальностей. Поэтому убежден, что главной целью для всех нас является сохранение единства. А если хозяина маленького кафе, салона красоты или врача по жалобе соседа или приезжего могут оштрафовать за то, что он не обслуживает клиента на украинском языке, то о каком единстве может идти речь? Сергей Кивалов напоминает, что в 10-й статье Конституции Украины четко прописано, что в нашей стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины. И необходимо добиваться того, чтобы конституционная норма, наконец, начала действовать на благо граждан.